Утро на Елисея Всем привет! Сегодня я познакомлю вас с Егором. Он столбист и расскажет нам о топ-трех местах в заповеднике Столбы, где можно полазить по скалам даже новичку. Мы сейчас находимся в одном из этих мест. Это у нас второй столб. И мы сейчас поднимемся на архиевейскую площадку на втором столбе. Второй столб найдете по указателям. Обогните его с левой стороны и увидите проем. Вам сюда. Ну, как можно распознать, куда стоит лезть первый раз человеку, а куда не стоит? Мне кажется, мне сюда не стоит уже. Ну, можно смотреть на людей, которые сюда идут, спросить у них. Подняться до середины скалы можно пешком, изредка протискиваясь между камнями. И вот перед вами открывается чудесный вид на тайгу. Раньше здесь была лестница наверх. Ну, давно. Есть исторические фотографии, где прям люди поднимаются. До горизонта мы видим максимум 50 километров. В тайге и того меньше 30-40. Так что этот вид лишь малая часть. Общая площадь национального парка больше 47 гектаров. Ну, а мы идем дальше. И следующее место с красивым видом, до которого легко добраться. Четвертый столб. Итак, мы шли-шли-шли километров 5. Да, может, один максимум. Подъем на четвертый столб состоит из множества небольших камней. Лезть по ним легко и интересно. С площадки хорошо просматривается большинство скал туристической зоны. Для профи здесь тоже найдется занятие. Егор поднялся с нами, а потом один по плоской, отвесной скале, на которой есть только один неглубокий раскол. На вершине мы встретили других столбистов. Сегодня они гуляют по видовкам и радуют прохожих русским роком. Кстати, столбисты – люди отзывчивые. Встретите такого, и он с удовольствием проведет вам экскурсию. Егор рассказал мне много интересных фактов, связанных с историей этого места. Видят эти огромные скальные изваяния, и что первый столб, второй столб. А потом уже советская власть переименовала это все в столбы, так как со всем религиозным боролась в свое время. За разговором время прилетело быстро, и вот мы пришли к львиным воротам. Эта скала часто пугает впечатлительных путешественников. Некоторые даже отказываются проходить под огромным висячим камнем. Но на самом деле львиные ворота – монолит. Здесь тоже очень простой подъем, справятся даже не подготовленные. Я видела только, что грудного ребенка туда поднимали даже. Перед нами открылся вид на город Красноярск, на скалу Токмак, если мы вот туда посмотрим. А сзади нас находится скала Перья. Перья считаются самым опасным столбом, а отсюда их можно хорошо разглядеть. На посещение трех классных смотровых площадок, трех, мы потратили примерно три часа времени. Получили множество хороших впечатлений и подвергали себе опасности. Поэтому приходите на столбы и наслаждайтесь нашей замечательной природой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова